Высказывайте свое мнение, участвуйте в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены истине. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в неполиткорректное шоу Сергея Зацепина. Я его ведущий Анатолий Червец. Вы, все его участники, те, которые наберете номер телефона 847-400-5200. Конечно, вы можете быть так называемыми silent участниками, если вы нас будете слушать на нашей веб-страничке radio-nvc.com, на нашей страничке Facebook, radio-nvc.com, ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале radio-nvc.com. Зайдя на этот канал, пожалуйста, если вы еще этого не сделали ранее, нажмите кнопочку subscribe, и вы станете полноправными участниками нашего канала. У нас есть звонок, поэтому давайте примем, начнем с этого. Добрый день, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, я очень извиняюсь, что прерываю вас. Пожалуйста. Я стоял на линии почти 19 минут, не удалось соединиться с доктором Кипнисом. Дайте мне, пожалуйста, его телефон. Позвоните, пожалуйста, по телефону 40... А, знаете что, доктор Кипнис, это 847-724-1777. Спасибо. Пожалуйста, будьте здоровы. Итак, добро пожаловать в наше неполиткорректное ток-шоу. Могу вам сказать, не знаю, я вас обрадую этим или нет, но новостей, ну, действительно, ну, просто пруд пруди, выше крыши, ну и так далее. Поэтому сразу начинаем с первой новости. Еще раз, 847-400-5200, это наш номер телефона. Первая новость. Наверное, такая самая... Она не самая главная, но, тем не менее, не очень приятная. Это касается человека под именем Джанни Уокер Лин. Это человек, который в свое время, в 2000 году, перешел на сторону Талибан. Человек, который родился в Южной Калифорнии. Там учился, там рос. Ну, видно, ему что-то не очень понравилось в нашей стране. И он решил, что быть участником Талибана престижнее или лучше. И начал свою деятельность, перешел границу, перешел в Афганистан, встречался со самой бенладным лицом к лицу, объявил себя борцом или бойцом Талибана. И, конечно же, призывал всех к джихаду, к святой войне против неверных. То есть, нас в том числе. Нас, я имею в виду, американцев. Итак, во время вот этой трагедии, которая произошла 11 сентября 2001 года, он уже был частью Талибана. Он радовался вместе с остальными террористами и так далее. И, к сожалению, он был одним из участников убийства морского пехотинца, который был членом ЦРУ. И этот человек погиб, ну, из-за участия американского талибаниста или талибанца. И, в общем, ну, так, чтобы очень долго не влазить в эту историю, потому что она очень неприятная. В конце концов, его поймали, его призвали к ответственности и дали ему 20 лет американской тюрьмы. Этот человек отсидел чуть больше 17 лет и по какой-то абсолютно непонятной. Вот я вам скажу честно, я искал, ну, в средствах массовой информации это искать бесполезно. Я пытался как-то, ну, пойти в какие-то, может быть, не очень нашумевшие сайты. То есть посмотреть, как получилось так, что когда было предложение поступлено перед судьей о его освобождении досрочном, почему-то этот судья принял решение его освободить за хорошее поведение. Очень бы хотел с вами эту ситуацию разобрать. Почему? Потому что, вы знаете, я понимаю, что есть люди, которые могут там через какое-то время отсидки понять свою, ну, ту ситуацию, где он был неправ, признать свою вину, признать свою неправоту, как-то что-то, предпринять какие-то шаги для того, чтобы, ну, так как, простите за... Я даже не могу подобрать это, то есть правильное выражение, для того, чтобы как-то улучшить свое понимание этого мира, и как стать все-таки нормальным, полезной частью этого мира. Так вот, когда люди доходят до такой точки, и им предлагают досрочно освободиться, я это могу понять. То есть человек исправился. Не обязательно человеку у некоторых занимает 20, все 20 лет принять решение такое, а некоторые могут его начинать принимать уже где-то лет с 14, с 15 отсидки, и идти к тому, чтобы, в конце концов, условно-досрочно освободиться. Так вот, этот, я не могу его даже назвать человек, этот негодяй, он абсолютно за все 17 с небольшим лет своей отсидки, он палец о палец не приложил для того или к тому, чтобы как-то, во-первых, не просто признать свою вину, его вину признали еще и без него, и уже давно, но для того, чтобы осознать, вот такое, наверное, слово, для того, чтобы осознать всю свою неправоту, для того, чтобы как-то покаяться, как-то принять какие-то шаги для того, чтобы вот показать обществу, вы знаете, я понял, я действительно до меня дошло, да, из-за меня погиб человек, я каюсь, я извиняюсь, я приложу максимум усилий, чтобы как-то, выйдя на свободу, как-то, может быть, ну, вынести свои извинения семье погибшего и так далее, этот человек не сделал ни одного поступка, который бы показал, что этот человек действительно заслуживает условного освобождения. я уже не говорю о том, что этот человек, получив 20 лет, это, ну, просто, это минимальный, это не то, что даже минимальный срок, это вообще не срок, потому что это было сопряжено с террористической деятельностью, чтобы вы поняли, очень часто, давайте прием звонок, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. – Добрый день. – Добрый. – Анатолий, ну, странно, вы рассуждаете, что он покаяться, мог там, и так далее. Тот, кто принимает ислам, он принимает не для того, чтобы каяться. Вот в своей практике я могу сказать, что я работал со многими странами, с мусульманами, с достаточно образованными людьми. И должен вам сказать, что нет джихадистов, нет радикальных исламистов, есть просто ислам. И если у него в кармане нет кинжала, пистолета или взрывчатки на поясе, это не значит, что он не готов что-то сделать. Он будет готов в свое время. Ведь когда башни рухнули, ведь в открытой, во всех странах, в том числе и Америке, выходили на улицу, танцевали, одаривали друг другу конфетами. – Я это помню, я это помню, когда это происходило у нас на улице диван. – Удивительно, что ему дали 20 лет, тем более отпустили досрочно. – Это должно быть, вы понимаете, что должно быть. – Да, я понимаю, вот поэтому я и говорю, что я не понимаю того судью, я бы хотел как-то где-то, к сожалению, я еще этого не нашел, но я буду это искать, я хотел бы где-то понять решение этого суди и его предрасположенность вот к такому-то решению. Просто увидеть по-человечески, что послужило вот именно вот такому результату условно-досрочного освобождения. То, что насчет мусульман, спасибо большое, насчет мусульман, я вам скажу честно, я не готов полностью вот такой, как говорится, широкой кистью мазать всех одной краской. Честно, не готов. Почему? Потому что куда бы вы ни пошли, даже у тех же евреев тоже есть какие-то радикалы, которые имеют какие-то свои перевернутые понятия, но не все же евреи такие, понимаете? Правильно, я сейчас уже услышал от кого-то, вот буквально секунду тому назад, такой мне голос внутренний сказал, который мне сейчас скажет, Анатолий, вы абсолютно не правы, потому что, может быть, не все мусульмане террористы, но все террористы мусульмане, ладно, согласен с этим, что все террористы мусульмане, но, тем не менее, я все-таки честно и откровенно считаю, что не все мусульмане являются террористами, и поэтому мазать всех одной такой широкой кистью я, честно, не готов, по крайней мере, на сегодняшний день, не готов. Но, тем не менее, мы сейчас говорим не о религии ислам, не говорим о мусульманах и так далее, мы сейчас говорим о том, что, и я, кстати, вот, ответить на ваш вопрос, я не ожидал, что он начнет каяться, я вам просто это пытаюсь объяснить, что как бы я мог понять причину условно-досрочного, в этом смысле, я бы, если бы вот я видел, что человек покаялся, ну, сделал ошибку, слушайте, 20 лет тому назад, ну, он был молодым пацаном, ну, горячий, ну, максималист, ну, много всяких разных причин. Вот, давайте приемлем звонок. Добрый день, я вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу бы сказать, ну, как бы, свое мнение, как я это чувствую, почему его сейчас освободили. Пожалуйста. Я думаю, что судья был какой-то демократ левый, который, кстати, видят, чтобы все тут было мусульманское, их не устраивает современное положение вещей, а вот почему 20 лет назад, не 20, а там, 17 лет назад ему дали всего 20 лет, мне непонятно, потому что Поларду дали порызненное, не за что, буквально. Согласен. А этому, ну, преступнику в полном смысле, вы сказали, один человек из-за него погиб? Я думаю, что не один человек из-за него погиб. Ну, давайте говори так, один человек, который мы знаем точно. Один человек, это американец, а сколько там этих... Не-не-не, Варвара, давайте мы не будем заниматься... Мы не будем заниматься... Мы не будем заниматься... Окей, Варвара, мы не будем заниматься всякими там разными ОБС, одна бабка сказала, или всякими подозрениями. Давайте мы будем говорить по фактам. Вы же знаете, я человек, который люблю факты. То, что вы сказали в отношении его условно-засрочного, раннего, я с вами могу согласиться абсолютно, что, наверное, какой-нибудь, ну, вот такой дебил-судья, которому абсолютно пофиг. Почему? Потому что я больше чем уверен, чтобы, если, не дай бог, пострадал бы член семьи этого судьи, вряд ли мы бы получили вот такой результат. Поэтому я его называю дебилом, потому что не может умный человек в своем сознании дать террористу. Я уже не говорю другую вещь. Я понимаю, что ему не могли продлить срок, потому что любой нормальный судья, в принципе, 17 лет назад, должен был бы сказать, вы знаете, ребята, я считаю, что это, ну, как минимум, тянет лет на 60. Ну, я же не адвокат, но, тем не менее, ему дали 20 лет. Значит, вот я бы, по крайней мере, сделал бы так, чтобы он досидел хотя бы еще эти 20 лет, и плюс еще полгода. Вы понимаете, в чем проблема? И вот его освободили досрочно, то есть он может, в принципе, он еще будет жить где-то там в Западной Вирджинии, я так и не понял, почему в Западной Вирджинии, ну, неважно, он будет жить, как бы, ну, на птичьих правах. Но, тем не менее, смотрите, вот с вами согласен полностью о том, что его освободил какой-то, ну, абсолютный маразмак. Но мой вопрос, который я не знаю, может быть, кто-то мне на него и ответит. Давайте послушаем. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, говорите, пожалуйста. Были санкции против России за Крым, за Донбасс. После этого были санкции введены. После этого добавилось. Добавился самолет вбитый, добавилось Черное море, добавилось применение хеморужия. Однако Европа собирается санкции снять. Ничего не изменилось, только добавилось. То есть это какая-то странная тенденция. Окей. Ну, я вам скажу, что тенденция, я тоже удивляюсь, честно говоря, этой тенденцией по одной простой причине. Я уже вот высказал буквально пару дней назад, правда, я не был соведущим или ведущим, это я просто позвонил, высказал свое мнение, что многие люди говорят, вот, санкции против России, они не работают, Россия такая крутая, что она плевать хотела на эти санкции. Вы понимаете, есть такое понятие, не трожь дерьмо, сами понимаете, чего не будет. У России, по крайней мере, к моему великому сожалению, есть ядерное оружие. И с ними, в принципе, слишком, вот, как с Ираном, с ними не могут так обращаться. И это, наверное, в принципе, заслуга Путина, как бы ни странно это ни звучало, в том, что он не дал своей стране быть разоруженной, и он придержал вот это ядерное оружие. Поэтому, с ним нужно намного аккуратнее вести разговоры и намного более политичней. Почему? Потому что, ну, вот, с Ираном там немножко разговор другой. Почему? Потому что, во-первых, у них нет ядерного оружия. Это раз. Во-вторых, с Ираном, ну, они намного более радикальные, чем Россия. То, что Россию предлагают опять принять обратно в ПАСЭ, вы же понимаете, там сейчас строится Северный поток-2. Причем, насколько я понимаю, я, честно, не специалист в России. Абсолютно. Вот тут будут братья Эдуарда и Геннадий Брумеры, вы можете у них спросить в этот вопрос. Они, наверное, немножко больше об этом знают, но, насколько я понимаю, поток-2 все-таки строится, несмотря ни на какие санкции, ни на какие запреты. И Европа, хотят они или не хотят, как говорится, nothing personal, it's only business, им нужно поддерживать вот этот диалог с Россией для того, чтобы получать дешевый газ к себе туда. Поэтому, я думаю, что с ними немножко, ну, как бы, носятся на руках чисто из соображений бизнеса. Поэтому, ну, это чисто мое такое предположение. Почему? Потому что с Россией можно было бы говорить абсолютно элементарно. И хотя, опять же, не хотел бы трогать, сами понимаете, чего, но, тем не менее, один из наших радиослушателей, который вечно звонит и вечно попадает не туда, почему-то нашел где-то информацию, что стоимость добычи сланцевого газа 60 долларов, поэтому Америка не может опустить цены на нефть. Ерунда. это полная, стоимость сланцевого газа 40 долларов за баррель. И это абсолютно точные официальные данные. И, если, а, кстати, бюджет России, по-моему, даже на сегодняшний день заложен из расчета то ли 65, то ли 68 долларов за баррель. Окей? Поэтому, если бы, ну, очень сильно захотеть придушить Россию не как не идти против народа, может быть, а вот именно немножко ее, как бы, тормознуть, можно было бы сбросить стоимость нефти до стоимости ее добычи, то есть работать не в убыток, но и без прибыли. И ситуация в России будет настолько тяжелой, что мы уже это видели, мы видели это буквально сколько там, 3-4 года тому назад, когда нефть упала до 27 долларов за баррель. И мы видели, что происходило в России. Поэтому, это даже не, это не бабка надвое сказала, это абсолютно четкое понимание, что с Россией можно как-то совладать, но тем не менее люди не хотят. Почему? Потому что, ну, имея ядерное оружие, это, знаете как, это тяжелый случай. Поэтому с ней так носят на руках. И поэтому, я думаю, вот эти вот все пассеи, вот это все, этот джитвони, ну, по крайней мере, еще в семерку ее вроде бы как не пригласили. Добрый день, вы в эфире. Я вот хочу немножко про нынешнюю тему. Там бюджет в бюджете России отсечение, цена отсечения барреля нефти 40 долларов. То есть, тот, что свыше, идет в бюджеты в резервный пункт. Ну да. А если даже снизу до 40, Россия не пострадает, потому что себестоимость не в 10 долларов вообще. Это пострадает только американский производитель. Окей, вот смотрите, давайте, вы не вешайте трубку, я вам хочу задать вопрос. Значит, когда нефть, лет сколько, 4-5 тому назад, да, может быть, когда нефть упала до 40 долларов, вы помните, сколько была стоимость рубля в России? Ну да, примерно, где-то порядка 70 долларов. Да. А вы 70 рублей за доллар? Вы себе представляете, что за эти деньги практически, то есть, вы представляете, какая должна быть инфляция для того, чтобы оправдать? Мы же сейчас говорим не о стоимости нефти, мы говорим о результатах сброса нефти. у них что, инфляция сейчас не на большом уровне, а то, что доллар вырос, так это все хотят, то есть, упал, наоборот, по сравнению с рублем, так это все и до Китая стремятся, им очень выгнат, потому что рублевые, так как расчеты в рублевых, у них это вот вся же бюджет построен на рублю. Но вы понимаете, в чем проблема? Это людям хуже, а государственным... Вот, вот, вы абсолютно правы, людям становится хуже, и если вы, я не знаю, или у вас была возможность слушать сегодня Игоря Александровича Якименко, он абсолютно правильно говорит, то есть, мы не идем достаточно далеко для того, чтобы выслушать, что происходит. Когда людям становится хуже, есть точка перелома, где люди уже начинают бунтовать. Вот в чем дело. Понимаете? Дело в том, что я не думаю, что это вот из-за какого-то материального положения в России. Просто у них сама ситуация плохая внутренняя, не то, что... У них вообще кризис. И все. Хорошо, у них вообще кризис. Скажи мне, пожалуйста. Мне все равно будет плохо. Скажите мне, пожалуйста, такую вещь. Когда-то мне мой товарищ, когда я, кстати, это не была Россия, это была Украина, правда, я был в Киеве, и мне мой товарищ сказал такую вещь. Он сказал, ты понимаешь, что если у нас в стране кризис, я имею в виду, он имел в виду Украину, ну, так мы перейдем на картошку и яйца. А вот если у вас в стране кризис, вот тут вы повеситесь буквально на третий день. Так вот, смотрите, как интересно получилось. Когда в стране, неважно в какой стране, просто каждая страна имеет свой, так называемый, точку невозврата. Вот и все. Или уровень терпимости. Понимаете? Самое главное, если, не дай бог, довести страну до вот этого вот уровня, дальше уже будет все. Ну, в России сейчас это, по-моему, приближается. Везде списывают, правда, не политически, но конфликты, которые могут... Ну, это внутренний, то есть это страшная коррупция. Ну, конечно. Это страшно. Вот это... Нефть, я думаю, там... Ну, смотрите, внутренняя коррупция, я не думаю, что в свое время... И меньше коррупции и бездарное управление. Я не думаю, что в свое время, в семнадцатом году, я имею в виду, тысяча девятьсот семнадцатом году... Ну, понял, да. Люди поднялись из-за коррупции, Хлеба не было в Петрограде. Вот и все. Вот и все. И вот мы сейчас... Мы сейчас говорим... Я говорю, коррупцию углубляет кризис. Люди поднимаются по другому поводу. Ну, в принципе, царский режим разлагался, и поводом было вот хлеба в Петрограде. Вот, когда хлеба не будет в Москве, или он будет, а его купить невозможно будет, вот вам, пожалуйста, вот вам результат. Поэтому я... Я прекрасно... Прекрасно. Спасибо вам огромное. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Я с вами... Мы с вами не сходимся только в одном. Я говорю, что каждый человек... Давайте переходить уже, так говорится, на более конкретную единицу. Каждый человек имеет свой... свой вот этот порог терпимости. И когда ему становится больно, он начинает реагировать. У разных по-разному, но, тем не менее, видите, вот смотрите, в Венесуэле уровень терпимости настал. Причем настал почти для всех. Другой разговор, что, конечно, армия там все-таки давала присягу вновь избранному президенту на второй срок, Мадуро. Ну, и там поэтому такую вот, ну, чуть ли не гражданская война. В принципе, это даже не гражданская война, это просто противостояние правительства народу. Все. Но даже там наступил вот такой перелом. И то же самое может наступить в России. Вопрос только в цене. В цене, то есть, которую нужно будет заплатить для того, чтобы этот перелом настал. Вот и все. А в отношении нефти и так далее, нефть это просто, смотрите, кстати, это очень странно, да, люди, которые мне все кричат, что Россия такая крутая и такая навороченная, и у нее там производство аж через крышу прет. Почему-то у них их бюджет всегда заложен в зависимости от стоимости нефти. Почему? Почему это должно так быть? А потому что они там больше ничего не развивают. Вот они сейчас этот, да, еще газ, нефть и газ. Вот они сейчас построят, если построят, если им дадут закончить поток-2, и у них появится еще одна, как говорится, кислородная трубка. Вот. Но скажу вам честно, я не знаю, как там люди могут строить какое-то будущее, опираясь на цены на нефть. Поэтому не знаю. Давайте мы сейчас прервемся на рекламную паузу и обязательно вернемся к нашим разговорам. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы остаетесь с нами, за то, что вы нас слушаете. Добро пожаловать в неполиткаретное ток-шоу Сергея Зацепина. Номер телефона в студии 847-400-5200. Ну, я думаю, что мы обсудили тему этого представителя Талибана, которого освободили досрочно. Я, честно, этого не понимаю, не представляю, еще и не представляю семью, это жену, детей, погибшего Морпеха, которые должны будут сегодня жить, смыслит о том, что их родного человека, близкого им человека уже нет, а тот, который этому содействовал, выходит на свободу еще и за два года до срока. Ну, и я знаю о том, что сейчас написали несколько запросов из Палаты представителей и даже из Сената, записали запросы в Департамент юстиции, Министерство юстиции о том, чтобы они разобрались с этим делом и, может быть, как-то пересмотрели решение этого судей. Ну, что из этого получится, я не знаю, посмотрим, будем за этим следить, но я считаю, что это страшнейшая несправедливость, по отношению к погибшему и к его семье. Добрый день, вы в эфире. Алло, говорите, пожалуйста. Добрый день еще раз, Анатолий. Да. Сейчас в перерыве смотрел Фокс Нес, там такой пожар разгорается между Белым домом и Пелоси. О, да, ну, это наша... Это наша следующая... Пожалуйста, с чем это вообще кончится? Это ужас, что происходит. Это наша следующая тема. Спасибо. Давайте перейдем к ней, так как действительно, ну, в принципе, больше обсуждать по поводу этого участника Талибана нечего, но будем надеяться, что он свое все-таки еще получит. Честно. Ну, а теперь давайте перейдем вот к этой животрепещущей теме, к этому... Ну, на Украине это называется цирк на дроте, а здесь это называется действительно цирк уехал, клоуны остались, был... Не было бы так... Было бы, достаточно смешно, если бы не было так грустно. Итак, что произошло из самого начала? Ну, мы все прекрасно знаем о том, что демократы никак не успокоятся в отношении Трампа, его семьи, его... вообще существования на белом свете. И вчера Трамп созвал так называемый митинг, собрание, ну, не собрание, а созвал, короче говоря, слушание в Белом доме, пригласил руководителей демократической партии Нэнси Полоси и Чака Шумера для того, чтобы обсудить ситуацию инфраструктур в стране, их... ее решение этой ситуации, финансирование и так далее. То есть, он действительно, он это сделал, мы знаем очень... то есть, те, которые следят за политикой Трампа, мы знаем, что когда он баллотировался на выборах, у него было таких самых крупных три обещания. Первое, четыре обещания. Первое, это иммиграционная реформа, второе, вернее, это построение стены, иммиграционная реформа, инфраструктура страны, так как мы понимаем, что она просто в плачевном состоянии, мосты, дороги, железные дороги и так далее. То есть, оно действительно в очень плачевном состоянии, потому что не было такого, как говорят американцы, major overhaul, то есть, такого капитального ремонта последние, наверное, лет 40, если я не ошибаюсь, может быть, даже больше. Так вот, Трамп пообещал, что он займется инфраструктурой, ну и четвертое, это было то, что он пообещал улучшить положение армии. Ну, то, что происходит со стеной, вы все достаточно хорошо знаете, об этом, в принципе, не надо даже обсуждать это. То, что происходит, он исполнил свои обещания по отношению к армии, то есть, он добился 750 миллиардов долларов на нужды армии. И это по сравнению с теми 40 миллиардами, которые выдала администрация Обамы в момент его правления, вы сами понимаете, насколько это огромней сумма, 750 миллиардов. То есть, это обещание он тоже выполнил. Теперь, то, что касалось иммиграционной реформы, попытался это сделать, попытался он это сделать тогда, когда решался вопрос Дака, мы сами, опять же, мы прекрасно помним, если кто-то не помнит, ну, я с удовольствием быстренько по этому пройдусь, но мы сами помним о том, что произошло в тот момент, когда Трамп предложил легализовать 1,8 миллиона людей, которые сюда были привезены в детском возрасте и которые остались как бы не удел. К тому времени демократы сыграли злую шутку и над Трампом, но не только демократы, там у нас еще был такой покойный Маккейн и Джефф Флейк, которые, кстати, кроме них еще, по-моему, если я не ошибаюсь, была Клэр Миккескол, которые считали, что нет, этого Трамп на тот момент предложил за то, чтобы легализовать 1,8 миллиона, он предложил убрать лотерею зеленой карты и предложил убрать chain migration, то есть тянуть за собой родственников, на что, конечно же, демократы не согласились и это дело как бы само по себе ушло со стола. теперь значит у нас остается инфраструктура, причем по мнению экспертов и политических и экономистов инфраструктура это, наверное, единственная как говорится такая такой перекресток в котором могли бы участвовать и демократы и республиканцы. Почему? Потому что инфраструктура это не партизанская ситуация. То есть нужно и демократам и республиканцам такая вещь как хорошие дороги безопасные мосты и так далее. Так вот, все рассчитывали на то, что все-таки когда малыш рапорт вышел закончится вот эта вся дрескотня и начнут разговаривать о чем-то более серьезном. То есть об инфраструктуре. И вот Трамп решил первый так сказать протянуть руку через вот этот вот разделяющий их это пространство между демократами и республиканцами и пригласить верхушку демократов к себе в Белый дом для обсуждения инфраструктуры. К сожалению, что произошло Нэнси Полоси и Чак Шумер оба они вдруг решили сделать пресс-конференцию буквально за час до этой встречи. Буквально за час. И на этой встрече вдруг ни с того ни с сего. То есть ничего это не предвещало. Люди думали, что сейчас они пойдут, будут о чем-то договариваться, пытаться и так далее. Вдруг Нэнси Полоси начинает поливать на Трампа, начинает кричать, что Трамп занимается сокрытием своих преступлений и что он преступник и что его вообще нужно было бы судить и нечего с ним разговаривать и так далее. Ну, это все вы сами понимаете, я не цитирую, я просто обобщаю. Но в принципе это то, что было сказано самой Нэнси Полоси в присутствии Чака Шумера и в присутствии там какого-то огромного количества корреспондентов. И сразу после этого она прыгнула в машину, практически не отвечая ни на какие вопросы, и они поехали в Белый дом. Приехав в Белый дом, зайдя в, они зашли в так называемый оформленный кабинет, уселись за стол, зашел Трамп, и вот тут, когда зашел Трамп, первым делом, что он сказал, он сказал, я сюда шел с мыслью о том, что мы наконец-то сможем прекратить вот это безумство и начнем заниматься делом, то есть инфраструктурой. Но после того, что я услышал по телевизору, вы понимаете прекрасно, что с вами дело иметь я не буду, и до тех пор, пока вы не прекратите вот свое вот это безумство, у нас с вами разговора не получится, развернулся и вышел из комнаты, и вышел из овального кабинета, оставив полосы и Шумера, как говорится, один на один со своими дурными мыслями. Позже Трамп дал пресс-конференцию, где он сказал, что он не может работать с людьми, которые считают его преступником, и которые вместо того, чтобы как-то найти пути работы вместе, только и думают о том, чтобы его сдвинуть с поста президента, и которые его иначе как преступником не называют. Все, это были слова Трампа. Теперь, тут же, это, кстати, то, о чем я вчера спросил Алексея Орлова, потому что я в принципе, ну, тут не нужно быть особо умным или особо одаренным, для того, чтобы понять, что, конечно же, все то, что было, все то, что произошло вот до их встречи, я имею в виду интервью Нэнси Полоси и Чака Шумера, конечно же, это была абсолютная ловушка, они понимали прекрасно, что Трамп с ними разговаривать не будет, и, когда они вышли к корреспондентам, они сказали, вот, мы прикладываем всяческие усилия для того, чтобы с ним работать, он с нами работать не хочет, мало этого, уже тут были придуманы такие вещи, как Трамп в бешенстве выскочил из офиса, хлопнул дырьми, но мы уже это проходили, если вы помните, мы это проходили тогда, когда решался вопрос с Дака, было абсолютно то же самое, они собрались в кабинете у президента и Нэнси, и Чак Шумер, и вроде бы Трамп пытался с ними договориться по поводу Дака, где Нэнси и Чак Шумер абсолютно перевернули все с ног на голову, и Трамп ушел с этого митинга, тут же вышла Нэнси Плосси, кричала, он в бешенстве, как можно работать с таким человеком, который в бешенстве вылетает из овального кабинета, хлопает дверьми, с криком там каким-то, то есть, вы видите, все очень четко повторяется, это все разыгрывается четко по нотам, поэтому вчера еще было понятно, для чего это было сделано, и я вам скажу честно, это даже не было сделано мастерски, потому что вся эта задумка была шита белыми нитками, и теперь у нас становится вопрос, это то, о чем вот наш радиослушатель сказал по поводу того, что он сегодня смотрел на Факс Ньюз, вопрос стоит в чем, значит, у нас есть демократическая партия, чуть не сказал Советского Союза, у нас есть демократическая партия, которая абсолютно настолько расщеплена между левыми радикалами и более умеренными, я не скажу консервативными демократами, просто более умеренными и, как ни странно, сегодня более умеренными демократами я называю Менси и Чак, почему, потому что в любую другую минуту я бы их назвал ну просто упавшими с левой стороны планеты, но сегодня, имея таких представителей в нижней палате, как Акасио-Кортес, Тлаиб и Омар, ну и те кандидаты в президенты, которые сегодня просто ну на перегонки гонятся в левую сторону и никак не могут никак друг друга перегнать, так вот, демократическая партия полностью расщепилась на два лагеря. Есть лагерь умеренных демократов. Это Нэнси Полоси, это Чак Шумер, это люди, представители, которые, ну или будем их называть репрезенттеров, да, которые сегодня представляют штаты, где выиграл Трамп как президент. То есть там демократические представители, но Трамп выиграл эти штаты. И у них под ними такой костер сейчас под одним местом. Почему? Потому что если все прекрасно понимают, что если сегодня заняться импичментом Трампа, ну не нужно быть гадалкой для того, чтобы понимать расклад. То есть смотрите в даже в палате представителей на сегодняшний день пока еще не создалась четкая картина того, смогут ли демократы, которые пытаются ему вынести импичмент, смогут ли они получить большинство. А для того, чтобы ему объявить импичмент в палате представителей, в нижней палате, демократам нужно две трети голосов. То есть да, у них есть какое-то большинство, но Полоси она еще не уверена в том до сих пор. Почему? Потому что очень многие демократы не считают нужным объявлять импичмент, они боятся потерять свои места во время выборов. Поэтому Нэнси с одной стороны боится, что у нее не будет достаточно голосов объявить импичмент, хотя бы в палате представителей. С другой стороны, она понимает прекрасно, что даже если они найдут большинство голосов достаточно объявить импичмент, потом их вот этот Билл попадет в Сенат, а в Сенате большинство у республиканцев и пока что нет даже, то есть там настолько нет уверенности в том, что Сенат это примет, до такой степени, что мы знаем почти на 99,8 что Сенат это не примет. И что получится? Получится абсолютная идиотская политическая игра со стороны демократов, которые рвутся из трусов убрать Трампа, но у которых абсолютно нет никаких предпосылок для того, чтобы это сделать. То есть это чисто будет политическое решение, которое может и скорее всего и произойдет так, что оно вернется рикошетом не в пользу демократической партии. И вот сейчас у Нинси она стоит на таком распутье, где с одной стороны у нее сидит на плече чертик в виде Акассии и Кортес и кричит давай, 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 давай импичь, давай, не волнуйся, не бойся, давай, понеслась. А с другой стороны у нее сидит, ну, я не могу сказать ангел, сидит второй чертик, но с более благими намерениями в виде Чака Шумера, который ей говорит, Нинси, мы не можем сейчас этого сделать, мы все равно его не добьемся, мы только еще больше разозлим тех людей, неопределившихся, которые могли бы быть нашими выборщиками, но мы их потеряем, если мы будем заниматься вот этой ерундой, нас не поймут. И вот эта борьба на плечах Менси-Полосе, она уже, вы понимаете, бабушке 80 лет, то есть, дорогие мои друзья, ну, вы сами подумайте, 80 лет, как бы она не хорохорилась, это все равно 80 лет, и ей такие нервные потрясения не нужны, мало этого, она понимает абсолютно спокойно и четко, вернее, не спокойно и четко, что она теряет Конгресс, ведь, я прошу прощения, палату представителей, Нижнюю палату, ведь она является как бы лидером, руководителем большинства демократов, а у нее получается такая ситуация, где она понимает, что она теряет свою поддержку, и вот из-за этого сейчас вы видите вот такой цирк, который, знаете, есть такое, такая пословица, ну, она может быть немножко грубая, но тем не менее она есть, не трогая ее, она сама, и дальше вы знаете, что с ней произойдет, да, так вот, в принципе, она сейчас так и получается, что если они сами себя грызут до такой степени, что они обязательно, обязательно сделают ошибку, почему, потому что те демократы, которые старше и которые более опытные в политике, они понимают всю, весь вот этот крах мыслей об импичменте, они это понимают, они это видели во время Билла Клинтона, они видели, что когда Биллу Клинтону республиканцы объявили в палате представителей импичмент, его рейтинг просто вознесся к небесам, понимаете, и теперь вот сидят демократы, которые более опытные, они понимают всю утопию вот этой идеи, но с другой стороны, сидят вот эти молодые борзые, которым им абсолютно все равно, им пофиг, что сегодня произойдет с демократической партией, они только начинают, вот эти все динозавры в виде Пета Лехи, в виде Максим Уотерс, в виде Нэнси Плосси, Чака Шумера и так далее, они уйдут, и все равно останется вот эта молодежь, которая не в этот раз, ну не в следующие выборы, так она возьмет свое там через 10-12 лет, по-любому, поэтому они сегодня просто настолько тянут рубашку Плосси, что она скоро останется вообще без этой рубашки, понимаете, и вот то, что сегодня происходит по телевизору, это разыгрывается абсолютное театральное представление, причем на публике, то есть Нэнси сегодня кричит, я, он такой, он просто бандюга, и он негодяй, и он занимается сокрытием своих преступлений, и это все, что у него в голове, он прикрывает себя, он прикрывает бара, он прикрывает свою семью, своего сына, свою дочку, он всех покрывает, все их преступления, мы не можем с ними иметь, мы обязаны объявить импичмент, это она говорит на публику Акасия Кортес, с другой стороны, она пытается объяснить, почему сегодня они импичмент сделать не могут, вы понимаете, есть, импичмент может быть создан в двух ситуациях, в двух случаях, первый случай, это в связи с криминальными преступлениями, или же, ну вот как было объявлено Биллу Клинтону, за что, за то, что он обманул, он обманывал под присягой, ему объявили импичмент за то, что он обманывал под присягой, одна часть, это импичмент на основании препятствия правосудию, но проблема ведь в том, что если бы Малер нашел причину, препятствия, вернее, нашел факт препятствия правосудия, он бы мог обвинить Трампа, хотя, говорят, президента невозможно обвинить, но он бы мог полностью высказать абсолютные доказательства по поводу препятствия правосудия, он этого не сделал, он это оставил на попечение или попечительство Нижней Палаты или Конгресса, всего, понимаете, и теперь, что получается, они кричат, Трамп виноват в препятствии правосудия, но конкретно ему ведь никто не выставляет никакие претензии, нет такого, ему сказали бы там, вот мы тебе, мы считаем, что ты препятствовал правосудию, потому что вот это, вот это, вот это, у них же этого нет, они просто пользуются вот этими словами препятствия правосудия, общие слова, точно так же, как они сегодня абсолютно общими фразами обвиняют генерального прокурора в том, что он занимался прикрытием Трампа, в чем, никто не говорит, как, тоже никто не говорит, но он занимался, то есть, чтобы вы, не знаю, лучше как-то понимали эту ситуацию, вот представьте себе, что я подхожу к каждому из вас или к любому из вас, и я говорю так, я считаю, что ты убил президента Кеннеди, вы мне говорите, ребята, вы чего, меня тогда в жизни еще и в живых-то не было, это не важно, я считаю, что ты убил президента Кеннеди, и я считаю, ты должен нести за это ответственность, мы тебя, на тебя подадим в суд, и будем тебя судить, то есть, с какого перепугу, откуда вы это все берете, это не важно, для них не важны факты, фактов у них нет, и они это понимают, им нужно как-то дотянуть до хотя бы середины 2020 года, я имею ввиду где-то до июня месяца, для того, чтобы начались, началась подготовка к генеральным выборам, понимаете, вот это все, что их интересует, и так как им больше не с чем идти к своим выборщикам, вот это единственное, что у них сегодня существует, здесь мы прервемся ненадолго, и обязательно продолжим нашу беседу после рекламной паузы, еще раз, дорогие друзья, спасибо огромное за то, что нас слушаете, за то, что остаетесь с нами, Анатолий червец в студии, в программе Сергея Зацепина, неполиткорректное ток-шоу, номер телефона в студии 847-400-5200, ну, я думаю, что я достаточно, ну, более-менее, будем говорить так, обозначил то, что происходит сейчас с нашей старушкой Нэни, с Чаком Шумером и администрацией Трампа, то есть, ну, просто цирк, абсолютно чистый цирк, причем сегодня утром Нэнси Полоси, я специально сидел, ждал возле телевизора, она должна была дать пресс-конференцию, которую она все-таки в конце концов дала, и самое интересное то, что вот вы когда следите за тем, кто задает вопросы, вы видите микрофоны и что на них написано, так вот, Нэнси Полоси принимала вопросы только от двух от корреспондентов двух компаний, первая это MSNBC и вторая это CNN, вы сами понимаете, что там присутствовали конечно же и представители ФАКС, и представители других СМИ, ну, в общем, хватало консервативных СМИ, но она принимала вопросы только от этих двух компаний, почему, потому что конечно же эти вопросы были подготовлены и конечно же эти вопросы задавались в том ключе, в котором нужно было демократам, то есть это еще одно доказательство того, что причем там кто-то сзади во время пресс-конференции вот слышно было холос за кадром где говорили Нэнси скажите а что же будет если вдруг у вас не получится его импич и так далее она так и не ответила на этот вопрос потому что он просто был не очень удобный для ее как говорится нужд добрый день вы в эфире говорите пожалуйста да алло Анатолий вот такая информация комитет по финансам через суды запросил документацию у банков по счетам Трампа это Фарго и Ти-Ди-Бэнк вроде бы они передают Конгресс эту документацию что это вообще такое да 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 сейчас вам объясню сейчас расскажу значит опять же продолжаются порывы позывы демократов все-таки как-то где-то то есть они не оставляют ни одной идеи не перевернутой для того чтобы все-таки достать Трампа поэтому они ну вы знаете да что вот какое-то время они пытались получить налоговые декларации Трампа на что министр финансов Стив Минучин сказал очень четко никаких налоговых деклараций вы не получите вы хотите подавать запину в суд пожалуйста идите в суд и если суд так решит мы будем давать то есть мы одобрим вашу повестку демократы прекрасно понимают что в суд они пойти не могут почему потому что ни с чем идти в суд то есть для того чтобы запросить налоговые декларации не только президента любого человека частного лица для этого нужно иметь какую-то так называемую предполагаемые нарушение закона такого у демократов нет и просто прийти в суд сказать мы хотим для того чтобы мы вдруг что-нибудь найдем они ну так у них не получится так что налоговые декларации они как-то уже потеряли надежду получить они решили пойти другим путем значит вы знаете прекрасно о том что трамп корпорейшн у них конечно же есть банки с которыми они работают я имею ввиду корпорация когда корпорации нужны какие-то ловны какие-то ипотеки и так далее для приведения в действие свои какие-то проекты так вот один из основных банков который выдает деньги трампу он называется дойче бэнк второй банк это уэлс фарго значит раз мы не можем получить налоговые декларации тогда мы пойдем другим путем и комитет по финансам это даже там в принципе там два комитета сложились это комитет по финансам который который возглавляет максим ватерс и второй комитет по надзору за руководящей ветвью это оверсайт комедий который возглавляет омага джуис забыл все вылетело просто вылетело неважно вспомним комикс джуис комикс так вот эти два комитета подали заявку в эти банки для того чтобы получить это уже не налоговые декларации а это уже вот банковские стейтменты сделок между Трампом и этими банками один из представителей банков Deutsche Bank сказал ну ребята если вы просите я вам их конечно дам но если меня будут судить я бы этого очень не хотел и на что адвокаты Трампа потому что сейчас подключается именно личные адвокаты Трампа то есть Джульяне и Джей Секило они сказали что если Deutsche Bank даже подумает передать документы в эти комитеты то они будут судить этот банк вы понимаете там интересная ситуация в чем концовка манечка ну так говоря простым языком будет закончиться тем что все равно в конце концов Трамп по конституции если дело дойдет до Верховного Суда по идее то есть где-то процентов 97-98 того что Трамп выиграет объясню почему есть такое понятие в американской конституции где для того чтобы запрашивать ну вот например мы знаем что такое файзокор для того чтобы запрашивать разрешение о наблюдении за каким-то частным лицом в Америке неважно за каким нужно иметь разрешение на то суда специального суда то есть заполняется специальный аппликейшн объясняют кому это нужно почему это нужно в чем человек подозревается и вот так как это было в деле с Трампом ну не с Трампом самим а с Джорджем Пападаполосом и Картером Пейдж обманным путем Коми вместе с демократами обманули эти файзокор и получили разрешение слежки сейчас это все конечно же расследуется теперь для того чтобы получить какие-то либо налоговые декларации либо финансовые какие-то документы есть такое понятие где это все является неприкосновенным до тех пор пока человек сам не изволит желание это предоставить ну вот например вы идете заполняете бумаги на моргич вы подписываете бумагу о том что вы даете разрешение всем своим финансовым учреждениям банкам там работодателям и так далее на выдачу информации для получения моргича то есть вы лично просите об этом вы согласны предоставить такую информацию теперь если вы отказываетесь причем когда вас спрашивают дайте нам налоговые декларации за последние два года запомните у вас вы не обязаны это делать другой разговор что вам банк скажет ну пожалуйста вы можете их не предоставлять но мы без этих деклараций не дадим вам лом это другой разговор но банк или моргич компани не может вдруг с бухты барахты сказать так ребята мне нужны ваши налоговые не не получится хотите пожалуйста идите в суд и объясняйте через суд почему вам это нужно зачем вам это нужно и если суд так решит вы это все получите так то есть теперь то же самое происходит с Трампом Трамп ведь они его расследуют не как президента если вы понимаете а то в том то есть понимаете то о чем сейчас идет разговор они его расследуют как человека как частное лицо или компанию которая не имеет никакого отношения к государству понимаете если бы они хотели посмотреть его так называемые election funds то есть те деньги которые он получил в счет своей выборной компании это другой разговор это немножко вообще другая другая организация но они хотят эти комитеты хотят посмотреть на финансовые документы частного лица Дональда Трампа и его официальной компании для того чтобы это получить выслать повестку недостаточно просто недостаточно если Трамп сказал что нет я вам не покажу а покажу только через суд значит они должны идти в суд и запрашивать через суд теперь что получилось сейчас в двух дистриктах один это десятый дистрикт в Washington DC где председательствует демократический то есть судья назначенный Обамой и в по-моему в седьмом дистрикте это в Нью-Йорке где опять же председательствует опять же судья назначенный Обамой эти два судья судьи они так называемые trial judges то есть они это просто вот вы ну приходите в суд даете какое-то прошение они решают это прошение удовлетворить или нет по каким-то своим понятиям да по каким-то своим законам но их закон то есть их решение абсолютно не имеет большой силы до тех пор пока не происходит так называемый due process due process это вот тот юридический процесс на который имеет ну как сказать это на который имеет не разрешение а права на который имеет права каждый человек живущий в Америке то есть due process итак вот сейчас судей низшего суда постановили что Трамп должен предъявить свои финансовые бумаги конечно же следующий пойдет так называемый апелляционный суд в этом апелляционном суде должны будут рассмотреть решение нижнего суда выдать свое решение если это решение не устраивает одну из сторон подается опрошение о переводе высший суд ну и потом верховный суд соединенных штатов теперь по конституции это очень важно дорогие друзья послушайте внимательно это действительно очень важно по конституции есть такое понятие что для того чтобы получить информацию о частном лице нужно не только предъявить какую-то ну будем говорить так подоплеку почему вы собираетесь получить эту информацию но так как вы идете через федеральные суды вы должны то есть вот этот уровень доказательств еще намного выше чем в любом низко ну будем так в нижнем суде так вот для того чтобы по закону для того чтобы получить такую информацию нужно иметь так называемые compelling evidence то есть нужно представить доказательства того то есть той тех нарушений доказательства не предположения не сомнения не подозрения нужно представить доказательства и доказательств таковых у демократов нет а все то что происходит сейчас в этих судах если вы помните когда-то еще до выборов генеральный прокурор вернее кандидат на пост генерального прокурора в штате Нью-Йорк еще тогда пообещала что она разобьется в лепешку чтобы убрать Трампа с президентства что она будет рыть носом землю что она будет переворачивать каждый камешек каждый кустик каждую травинку но она найдет на него компромат чтобы его убрать то есть она сама себе обрезала пути по крайней мере в штате Нью-Йорк обрезала пути доказать что у нее есть против Трампа что-то она это уже просто так называемый harassment и ни один нормальный судья в своем уме не подпишется под тем чтобы выдать разрешение на выдачу персональной информации или частной информации из-за того что я кого-то ненавижу я не могу прийти в суд и я не могу сказать что я ненавижу там кого-то неважно назовите сами себе какое-нибудь имя и из-за этого я хочу полностью на него накопать компромат невозможно такое понимаете поэтому по политическим критериям вы не можете получить эту информацию нужно иметь доказательства а этих доказательств нет поэтому дорогие друзья не слушайте никого вокруг вас у нас тут есть такие умные которые кричат все трампу крышка амба и так далее нет это просто ну так как все в принципе и происходит оно попадает в нижний суд обычно поэтому демократы в свое время обама насадил ну сумасшедшую уйму этих демократических судей которые самое интересное они ни за что не отвечают потому что они не выборные они назначенные судьи понимаете и конечно же их назначили не потому что они такие хорошие а потому что их обязали ну мыли так закулисно выполнять директивы представителей демократической партии вот они это и отрабатывают но в суде верховном вы сами понимаете совсем другая обстановка поэтому пока что все решения нижних судов когда они вставляют палки в колеса трампа они все меняются убираются и так далее поэтому об этом мы волноваться не будем просто будем следить за тем что сейчас происходит добрый день вы в эфире добрый день анатолий да 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 говорите пожалуйста анатолий да вы себе не представляете как ваши слушатели довольны вашими анализами вы впереди планеты все но я хотел бы вот что сказать меня возмущает поведение Маконова то есть я ему дал кличку жаба да слышишь имел кличку у меня мышка а он жаба он тебя ведет отвратительно он никакой борьбы не проводит абсолютно я не знаю как его вышвырнуть оттуда он бесполезный человек он не только бесполезный он еще является камнем преткновения он палец о палец не ударит да спасибо спасибо огромное кстати за комплимент огромнейшее спасибо для меня это очень во первых приятно во вторых это действительно очень важно чтобы люди ну хотя бы прислушивались тому что я говорю у нас есть еще один звонок добрый день вы в эфире добрый день я бы хотел обратиться ко всем радиослушателям которые вас сейчас слушают и которые получают по СССР пособие чтобы они подумали сколько денег тратится ваших которые работают люди которые работают и ваших всех налогоплательщиков сколько денег республиканцы тратят ваших денег вместо того чтобы помогать нам подумайте об этом Обама ерунда Трамп самый лучший подумайте об этом о будущем вашем и ваших детей спасибо вам огромное спасибо большое спасибо добрый день вы в эфире коротко пожалуйста добрый день да я очень быстро по поводу финансовых документов которые сегодня Deutsche Bank и Уэлл Фарго уже предоставили дело в том что мотивация Сената комиссии Сената в том что они проводят так называемый инвестигейшн и эти документы им нужны для того чтобы мотивировать обосновать что якобы его транзакции до выборов могут каким-то образом являться предметом влияния когда он сегодня является президентом Соединенных Штатов и поэтому это и проходит через все вот эти федеральные суды и так далее и так далее и в этом в общем-то и проблема да это огромная проблема спасибо большое там вы понимаете проблема вся в том очень быстренько потому что мы уже все подходим к концу вся проблема в том что они конечно же как любой утопающий хватается за любую соломинку потому что если они что-то не предъявят Трампу на выборах им ни с чем идти все точка забудьте про все остальное вот эти ван пейер вот эти все социалистические призывы мы вам дадим деньги мы вам дадим власть мы это все ну это все ерунда это гарбич больше на выбор идти не с чем поэтому они настолько пытаются но слава богу есть все-таки законы есть хорошие адвокаты которые не позволят дать Трампа в обиду ну а дальше как говорит моя любимая программа в кавычках просто тоже еще одно цирк шоу время покажет дорогие друзья спасибо огромнейшее огромнейшее спасибо за то что вы были со мной вот эти полтора часа очень-очень важно для меня и я надеюсь познавательно для вас ну а все остальное будьте здоровы всего вам хорошего увидимся и услышимся еще завтра в нашей народной трибуне будьте здоровы